Ну что ж, с наступающим, вот уже рядышком, наступающим совершенно 2021 годом. Я хочу от себя и от нашей семьи, конечно же, от всей церкви, от всех пасторов, от каждого лидера, я хочу поздравить каждого из нас с вами и пожелать, чтобы действительно Новый год, он был по-настоящему новым. Я думаю, что Библия говорит нам очень четко, что Бог творит все новое. И мы должны с вами понимать, что каждый раз, когда в нашей жизни появляется возможность какого-то нового этапа, это благословение, это прекрасное время. Поэтому не пренебрегайте этим прекрасным временем, особенно в преддверии такого замечательного праздника. Ну что ж, друзья, хочу сегодня поделиться с вами словом, хочу, чтобы это слово, оно стало для вас ободрением, чтобы оно стало благословением и, конечно же, чтобы оно было направлением для нас, как для церкви. Не одной только церкви, хотя мы едины во Христе, но для всех наших церквей, христианского социального центра, новое время. Я верю, друзья, что Господь дал нам одно сердце и Он объединяет нас в одном духе. Это Дух Христа, это Дух Божий, который помогает нам каждый день, проходя любые обстоятельства, иметь наше сердце и наш взор духовный, сосредоточенный на Боге. И поэтому давайте мы с вами помолимся, и мы с вами разберем то, что Бог приготовил для нас. И в конце, я думаю, мы тоже помолимся с вами, и, конечно же, мы войдем с этой молитвой все вместе в Новый год. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы так благодарны Тебе, Господь, за то, что сегодня Ты творишь, Господь, новое. И, Боже, пускай наши сердца сегодня в преддверии этого Нового года, они будут открыты, пусть они будут открыты принимать, слышать, Господь, и быть готовыми, Господь, и расположенными к тому, чтобы принять все, что Ты приготовил, все, что Ты имеешь в Новом году. Господь, есть столько планов, есть столько целей, мы можем иметь свои планы и цели, но, Господь, мы хотим по-настоящему, как дети Твои, как семья Твоя, как церковь Твоя, мы хотим принимать то, что Ты приготовил, Господь, для нас. И я молюсь Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня благословил это Слово, чтобы Ты благословил каждое сердце тем, чтобы слышать, Господь, не только слушать, но и слышать. Я молюсь Тебя об этом, Господь, и я сегодня благословляю, я прошу Тебя, Господь, чтобы в этом Новом году мы могли действительно следовать за Тобой во всем, во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, дорогая церковь, вот буквально совсем недавно мы отпраздновали с вами Рождество, у нас было рождественское служение, я уверен, те, кто были, они переживали это благословение, те, кто были с нами в онлайне, вы также приняли, я уверен, вы услышали для себя Слово, которое Бог имеет. И хочу вам сказать, Рождество это прекрасно. Наверное, не зря, вы знаете, Бог так разместил или так получилось, так разместилось все, что Рождество, оно предваряет Новый год. Для меня Новый год начинается не с 31 декабря или 1 января. Для меня Новый год начинается именно с того этапа, когда родился Иисус. Рождение Иисуса Христа всегда является символом, олицетворением чего-то нового. Поэтому, друзья, Рождество прошло, но что-то Бог приготовил для нас. Как дети Божьи мы должны с вами четко понимать, что Бог, Он никогда не хочет оставить нас в неведении. Бог всегда хочет открывать своим детям то, что Он приготовил, то, что Он имеет для своей церкви, для каждого из своих детей. Поэтому я уверен, что сегодня есть особое послание, особенное Слово, которое Бог приготовил для нас. И это Слово, которое, как я уже говорил, оно родилось в моем сердце вот уже более полугода, около полугода оно есть. Знаете, Бог его взращивает, Бог что-то с ним делает, вот как-то оно трансформируется, углубляется, расширяется. И я начинаю понимать все больше и больше, видеть о том, что действительно это Слово, которое приходит от Бога. Это Слово, которое способно не только направить нас, но оно способно благословить. В нем содержится благословение. Ну что ж, давайте мы сегодня с вами попробуем разобрать и поговорим об этом. Итак, первое послание Петра, 2 глава, 17 стих. Давайте мы с вами вместе будем сегодня размышлять и разбирать это Слово. Очень простой, на первый взгляд, стих и небольшой. 1 Петра 2, 17. Безусловно, мы с вами знаем, друзья, о том, что это заповеди Божии, которые Он передал нам в Новом Завете на крови Иисуса Христа. Он передал нам через своих служителей, через своих верных, через своих рабов, через своих служителей, через которых Он писал эти послания. И, конечно же, мы понимаем, что эти слова обращены непосредственно из сердца Бога в сердце каждого из нас. И вы знаете, здесь есть 4 простых, 4 простые заповеди, 4 простых ни рекомендаций, ни совета. Мне нравится слово заповедь. Заповеди, которые дал Бог. И вот Он говорит первое. Всех почитайте. Всех почитайте. Друзья, мы должны с вами разобрать вот глубоко в этом году, мы должны с вами, я думаю, осознать глубину этого повеления и этой заповеди. И сегодня, я думаю, мы успеем попробовать с вами разобраться. Но прежде всего, друзья, хочу для себя сказать, что вот лично мне, например, мне нравятся любые Божьи заповеди. Мне нравятся они по нескольким причинам. В них есть всегда две вещи. Первое. В них всегда, в любой Божьей заповеди есть первое, то, чего хочет Бог, то, чего желает Он, как Царь Царей, как Бог Богов, как Господь, чего желает Он. И второе, что есть всегда в любой Божьей заповеди, это благословение, которое Бог заключает в эту заповедь, когда мы принимаем с радостью, охотно принимаем эту заповедь в свою жизнь, в свое сердце. Когда мы охотно созидаем свою жизнь в направлении этой заповеди, Бог высвобождает. Он сокрыл в этой заповеди огромнейшее благословение. Благословение. Самое большое благословение, которое только может быть. И я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами попытались найти, что же есть вот в этих заповедях, которые мы читаем здесь. Итак, в каждой заповеди нам нужно открыть три простых вещи. Три простых вещи. Первое. Чего именно хочет или ожидает Бог. То есть, давайте попробуем с вами разобраться вот в этих словах. Всех почитайте. Еще раз прочитаю. Всех почитайте. Давайте мы попробуем разобраться, чего же именно хочет и ожидает от меня Бог. Второе. Что необходимо сделать мне или что нужно делать мне, чтобы эта заповедь или ее воплощение или реализация этой заповеди имела место в моей жизни. Согласитесь, ведь Бог никогда не дает заповедь просто так. Знаете, чтобы послушали и сказали, да, толково, неплохо, разумно, мудро. Нет, Бог дает заповедь, чтобы она воплотилась в моей жизни. И третий момент. Какое же благословение Бог заключил в этой заповеди. Итак, друзья, вот эти слова всех почитайте. Для меня, на мой взгляд, друзья, что я вижу, это самое большое ожидание Бога относительно своих детей, относительно детей Божьих. В чем здесь секрет? Давайте будем разбирать. Всех почитайте. Безусловно, мы понимаем, друзья, о том, что всех подразумевает всех. То есть, буквально всех. Буквально даже тех людей, которые, на наш взгляд, возможно, они недостойны почтения. Возможно, какие-то люди, они достойны даже наказания. Возможно, какие-то люди, они недостойны общения. Возможно, какие-то люди кажутся нам незначительными или малозначительными в нашей жизни или вообще в истории человечества. Но Бог говорит, что у нас должно быть одно отношение ко всем абсолютно людям. И Он определил это слово. Почитайте, почитайте. Я уже говорил и продолжаю говорить о том, что 2021 год, это будет год почтения в нашей церкви. Год, когда мы с вами будем возвращать, взращивать, взращивать в сердце каждого из нас, взращивать в служение, взращивать в домашних группах, взращивать в общении церкви и к церкви как таковой, взращивать или возвращать к культуру царства. Вы знаете, для меня слова взращивать и возвращать, они практически идентичны. Потому что, когда мы взращиваем свои жизни, когда мы взращиваем свои жизни в соответствии с Божьим словом, с Божьей истиной, на самом деле, что происходит? В нашей жизни возвращается Его образ. Его образ открывается в наших жизнях и Он становится видим для множества людей. Поэтому, когда Бог говорит, всех почитайте в этот год почтения, друзья, нам необходимо понять, что это не просто слова, это не просто какое-то благословение или какое-то, знаете, такое фастфудное, быстрое обетование, которое ты можешь вот так вот взять, принять и сказать, о, класс, у меня теперь это есть. На самом деле, друзья, я хочу вам сказать, что для того, чтобы всех почитать, я думаю, что в течение этого года каждому из нас предстоит серьезная встреча с самим собой. Серьезная встреча с какими-то своими прошлыми, какими-то комплексами, серьезная встреча с какими-то своими внутренней борьбой, внутренними непониманиями, серьезная встреча с какими-то, возможно, у кого-то обидами, возможно, с какими-то застарелыми внутренними, какими-то переживаниями или, может быть, травмами даже, какими-то, которые были или имели место в нашей жизни. Поймите, когда Бог высвобождает заповедь, как я уже говорил, три вещи, которые необходимо для себя обнаружить, три простых вещи, чего именно ожидает и хочет Бог. В этих словах я читаю для себя о том, что Бог ожидает, чтобы моя жизнь, она порождала почтение, чтобы моя жизнь прикоснулась почтением к жизни каждого человека. Именно это имеет в виду Бог, когда Он говорит, всех почитайте. То есть мне предстоит в общении в этом году с разными людьми, с совершенно разными людьми, с людьми, с которыми легко, может быть не всегда легко общаться. Бог ожидает в этом году, чтобы я сосредоточился на том, смогу ли я почитать, смогу ли я прикоснуться к Ним, этим благословением, этим даром почтения, не только к людям, но и ко всему прикоснуться в первую очередь или проявлять это почтение к самому Богу. Смогу ли я не просто выкраивать время, не просто там какое-то время найти для Бога, смогу ли я сделать так, чтобы общение с Ним, оно было на первом месте, чтобы общение с Богом, оно всегда было рядом, чтобы оно всегда было на самом важном, на первом месте, пожалуй, в нашей жизни. Смогу ли я сделать так, чтобы Его Слово, Его Истина, они не были где-то там, когда я к Нему обращался тогда, когда мне, ну, очень нужно или просто нужно. Смогу ли я действительно сделать так в своей жизни, чтобы Бог всегда был на первом месте. Второе, смогу ли я иметь культуру почтения или взрастить в своем сердце культуру почтения к невесте Христовой. Вы знаете, если Бог говорит о своей церкви, а мы видим в Новом Завете, что Он повсеместный и везде говорит о том, что Он вернется за своей невестой, смогу ли я взращивать, смогу ли я взращивать отношение такое к церкви, смогу ли я взращивать правильное отношение к служению, смогу ли я взращивать правильное отношение к общению с братьями и сестрами, отношение почтения. Будет ли оно во мне? Сможет ли Бог обнаружить, когда Он будет заглядывать в мое сердце? Будет ли у меня почтение к служителям Божьим? Смогу ли я увидеть дар Божий? Смогу ли я видеть самого Бога за каждым служителем? За каждым человеком, который простирает руку помощи или простирает руку готовности помочь? Смогу ли я видеть Бога вот в этом моменте? Знаете, вспоминается или на ум приходит такая вот притча, история. Помните, когда однажды человек, было наводнение, потоп, и человек тонет. И он молится Богу и говорит, Господь, помоги мне. Я хочу, чтобы ты мне помог. Я верю, я знаю, что ты рядом, что ты живой, действующий. И вот вода уже поднимается, и он уже забрался на второй этаж. И проезжает мимо лодкой и говорит, давайте мы тебя заберем. И ему говорят, да нет, он говорит, нет, мне Бог поможет, Он меня спасет. И она уже поднялась, вода выше, он поднимается на чердак. И проплывает еще одна лодка уже такая на веслах, небольшая. И говорят ему, давай мы тебя заберем, мы тебя спасем. Он говорит, нет, мне Бог поможет, Он меня отсюда спасет. И вот уже вода поднимается, он поднялся на крышу, пролетает вертолет. И ему кричат, давай мы тебе лестницу сбросим, мы тебя спасем, мы тебе поможем. Он говорит, нет, Бог меня спасет. И, в общем, вода поднялась, и он утонул. И вот он предстал перед Богом и говорит, Бог, ну как же так? Ведь ты же обещал меня спасти. Я же молился тебе, я же жил для тебя. Бог говорит, но я же посылал для тебя, я же посылал для тебя одну лодку, вторую и вертолет. И знаете, вывод или мораль этой простой такой притчи заключается в следующем, способность видеть Бога, способность видеть Бога в окружающих нас вещах. Можем ли мы видеть Бога в служителях, которых Бог посылает для совершения каждого из нас на дело служения? Затем сможем ли мы взрастить или сможем ли мы возделывать культуру почтения в своем сердце к людям, которые окружают нас? Каждому человеку, который рядом с нами находится, к братьям и сестрам в церкви, сможем ли мы взращивать эту культуру почтения в отношении родных и близких? Я вам хочу сказать, у каждого из нас ждут, нас ждут какие-то апсеты, нас ждут какие-то, возможно, даже фейлы в этом вопросе, друзья. Но не потому, что мы плохие, не потому, что задача или миссия невыполнима, нет. Бог никогда бы не дал заповедь, если бы он не дал к этой заповеди силу, благодать и милость для того, чтобы мы могли с вами взрастить, взрастить эту заповедь, взрастить ее обетование, ее благословение в своей жизни. Я уверен, что Бог с силой Духа Святого будет помогать каждому из нас, но нам предстоит встречаться с самими собой. И затем, сможем ли мы взрастить культуру почтения также к людям, которые недостойны, которые меньше нас сегодня? Выразится ли эта культура почтения в том, что наше сердце будет открыто для того, чтобы помогать им? Я хочу вам сказать, нас ждет каждого серьезный вызов, серьезное испытание, серьезное движение вперед в этом направлении. И я хочу вам сказать, друзья, это не всегда будет просто. Как я уже говорил, второй момент, друзья, после того, как мы открываем для себя, что именно ожидает от меня Бог, второе, что необходимо делать мне, чтобы эта заповедь имела место в моей жизни? Вы знаете, друзья, в течение всего следующего года мы будем говорить, и мы будем, как церковь, мы будем погружаться в истину о почтении, о вот этих видах, этих уровнях почтения, этих формах почтения, которые Бог хочет взрастить в сердце каждого из нас. Но вот интересный момент, что же мне необходимо делать? Я думаю, первое, что нам нужно сделать, нам нужно взрастить культуру почтения, что когда приходит Богослужение, и мы слышим Божье Слово, которое является направляющим, нам нужно оставить все дела. Оставив все дела в стороне, нам нужно научиться почитать Бога. Одно из первых мест Писания или откровений, которые Бог лично открыл для меня, это была книга пророка Исаии, 58 глава, последние стихи. И в самом последнем стихе он говорит, «Если ты, все это будет в твоей жизни, если ты почтишь меня тем, что не будешь заниматься своими обычными делами». И знаете, я думаю, друзья, когда у нас есть время для общения с Богом, когда есть время чтения Библии, когда идет время Богослужения, я думаю, что самое главное почтение будет заключаться в том, чтобы прийти и иметь сердце, которое готово слышать. Не сердце, которое просто пришло, посидело там, или даже не дошло где-то, или там в промежутках между чаем, кофе, где-то так вслух, мы где-то так вперебой услышали. Нет, сердце, которое мы будем прилагать. Я хочу вам сказать, и хочу не просто пророчествовать, я хочу уверить каждого из вас, удостоверить, так говорит Библия, что если мы расположим сердце свое к слышанию, наши жизни никогда не останутся без плода. Я хочу уверить сегодня и ободрить, что если в этом году вы примете решение не просто быть на проповедях, не просто слушать проповеди, или там быть на домашней группах, но если вы приложите сердце свое к тому, чтобы после проповеди, после домашней группы, после вечерних молитв, размышлять и пребывать в этом слове, я хочу вам сказать, жизнь каждого из вас к концу этого года, она уже будет другой, поэтому я ободряю каждого из вас, друзья, впитать всю мудрость о почтении, которую Бог будет делиться с нами и говорить, и учить, и направлять, через которую Бог будет направлять нас в этом году, если вы впитаете, если это будет иметь отражение в вашей жизни, я вам могу точно сказать, что ваша жизнь точно будет другой И третий момент, какое же благословение Бог заключил в этой заповеди, и вот это самое интересное, это то, что я всегда стараюсь в конце рассмотреть, в конце каждого стиха, и давайте поделюсь с вами, что же вижу я в этом стихе, всех почитайте, всех почитайте Вы знаете, для жизни каждого из нас или в жизни каждого из нас есть разные этапы, разные уровни нашего хождения или наших отношений с Богом На начальных этапах мы даже не задумываемся о том, что будет в нашей жизни с Богом, что нас ожидает, куда мы идем, и, наверное, это прекрасный этап, но, слава Богу, что этот этап проходит Затем наступает этап, когда мы с вами, знаете, такой баш на баш, когда мы начинаем где-то, не то чтобы торговаться, но мы начинаем Богу говорить, когда мы начинаем видеть исполнение Его благословений и обетований в своей жизни Как будто бы, мы, знаете, включаемся в такую гонку, соревнования, когда мы еще больше хотим что-то делать или что-то понимать, в чем-то двигаться с Богом, и мы видим Его благословение, и это ободряет нас Но затем мы переходим на этап, друзья, где мы должны зрело понимать, где формируется вера, истинная вера каждого из нас, где мы начинаем послушаться Богу, где мы начинаем следовать за Ним И вот на этом этапе, друзья, я думаю, что как раз культура почтения или вопрос почтения, он относится к этому этапу Каждый из нас, мы находимся на каком-то своем этапе, но я хочу ободрить, в этом году я верю, что Бог, когда Он открывает такие откровения, дает такие откровения, дает такое направление для церкви Я верю, что Бог хочет взрастить церковь, Он хочет поднять церковь на новый уровень, Он хочет поднять каждого из нас на новый уровень Вы знаете, есть одно местописание в книге-притче, я не буду его открывать, просто скажу вам Оно нравится, но оно глубокое, его можно не понять и применять неправильно, но если вы будете разбираться глубоко, то вы поймете благословение этого местописания Там написано о том, что дар в пазуху смягчает сердце И знаете, кто-то думает, или на первый взгляд, первое, что приходит на мысль иногда, это вопрос взятки или подарка какого-то Отнюдь, я хочу вам сказать, друзья, самый главный дар, который мы можем принести не только Богу, но всему, это почтение Мы видим этот дар, мы уже об этом говорили в жизни, этот дар, почтение, он стал той разницей, в которую Бог оценил жизнь Каина и жизнь Авеля Авеля, жертву его он почтил, Каина и его жертву он прошел мимо нее Очень важно, чтобы мы с вами научились понимать о том, что когда мы почитаем, мы будем видеть с вами не просто одно, два или три каких-то благословения Полностью жизнь будет наполнена благословениями И знаете, это прекрасно на самом деле, на мой взгляд, это самое прекрасное, что может быть Конечно же, первый кто, или первое, что будет мешать, или первое, с чем предстоит нам столкнуться на этом непростом, на самом деле, таком пути Друзья, это мы сами Это наша старая природа, в которой маловато почтения В которой больше независимости, в которой больше стремления с кем-то соревноваться В которой больше стремления кому-то что-то доказать В которой больше стремления утвердиться или представить себя достойным Хочу вам сказать, друзья, очень важно, чтобы мы научились в этом году и учились всю свою жизнь последующую представлять себя достойными Богу А как представить себя достойными Богу? Мы можем себя представить только достойными Богу, друзья, только тогда, когда в нашей жизни мир и люди, окружающие нас, и Бог будут видеть характер Христа, который отражается в нас Поэтому хочу ободрить каждого из вас этими простыми словами В этом году всех почитайте Это непростая, друзья, это непростая заповедь, которую нам предстоит с вами не просто раскрыть, а раскрывать Весь этот год мы будем с вами погружаться и углубляться И я уверен, что в этом году нас ждут прекраснейшие, сильнейшие благословения, которыми только Бог мог благословить нашу жизнь Он завернул их в это простое понятие почтения Ну что ж, сейчас вот уже через 10 минут близится Новый год, через 10 минут будет то время, когда мы привыкли с вами видеть, как стрелки часов пересекают Вот, вы знаете, Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней И вот через 10 минут этот оборот, который проходил целый год, он завершится Но я хочу вам сказать, друзья, на этом ничего не завершается На самом деле, это начало нового И возвращаюсь к тому, с чего я сказал, друзья Рождество, рождение Иисуса Христа, оно принесло новое в этот мир Пускай этот Новый год принесет в вашу жизнь новое, абсолютно новое Я желаю, чтобы у вас культура почтения, она подняла вашу жизнь на новый уровень И я знаю точно, что это произойдет Поэтому вместе с вами хочу сегодня молиться Может быть сегодня у кого-то из вас есть какие-то обстоятельства в вашей жизни Когда вы чувствуете и понимаете о том, что вы как будто бы уперлись либо в потолок Либо вы чувствуете, что вы не перестали двигаться вперед Я хочу вам сказать, друзья Есть искушение, будет искушение что-то изменить в окружающих обстоятельствах Но я вам хочу сказать Измените в первую очередь отношение вашего сердца Когда вы измените отношение своего сердца к богослужению К тому служению, которое вы выполняете Может быть, простому служению, может быть, вы просто подготавливаете зал к богослужениям. Я хочу вам сказать, что если вы будете делать это с сердцем, наполненным почтением, вы будете переживать всегда наполнение и присутствие Духа Святого. Вы будете переживать всегда Божье водительство и Божье руководство. Поэтому в новом году желаю, чтобы каждый из вас, вы присоединились к этому откровению. И давайте мы вместе, как церковь, как церковь Божия, как церковь Иисуса Христа, вместе, как семья Божия, мы будем с вами двигаться. Поэтому давайте мы сейчас откроем наши сердца, и мы будем молиться. И я рекомендую после этого вместе с семьей, вместе с домашней группой, или как вы собраны там с кем-то, с друзьями, знакомыми, вместе с молитвой, войдите в Новый год и расположите свое сердце. Скажите, Господь, я открываю свое сердце, пусть это моя жизнь, она станет в этом году. Прикоснись к ней откровением о твоем почтении. И я уверяю еще раз вас, друзья, ваша жизнь точно не будет прежней. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к тебе сейчас вместе в молитве с моими братьями и сестрами. И я знаю, Господь, что этот год, он не был простым. Но следующий год, Господь, в следующем году ты заложил огромное благословение. Этот год принес много неожиданного, Господь. Но я знаю, что когда наше сердце исполнено почтением к тебе, любой неожиданности мы будем видеть тебя. В любом непонимании, в любом каком-то переломном моменте, мы всегда за ним будем и в нем будем видеть тебя. Я молюсь тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы все проблемы, горести, Господь, какие-то сложности остались в прошлом году. И также, чтобы в новом году, Господь, церковь твоя, она видела, Господь, то, что ты приготовил. Она увидела и взяла все благословения, Господь, которые ты имеешь. Боже, я молюсь тебе, чтобы в этом году сердца людей, Господь, они прилагались к тебе. Сердца людей, Господь, они были, прилеплялись к твоей церкви. Чтобы сердца людей, Господь, открывались навстречу, Господь, чтобы принимать все, что ты приготовил, и ты будешь высвобождать через твоих даров, через твои служителей, Господь. Я молюсь тебе также, Господь, чтобы сердца, Господь, в почтительности, они открывались, Господь, навстречу к братьям и сестрам, Господь, к мужьям, женам, к родным, близким, Господь, к людям вокруг нас. Я молюсь тебе, Господь, также, чтобы ты открывал наше сердце и благословлял милосердием, чтобы ты благословлял его благотворительностью, чтобы ты благословлял состраданием, Господь, Через то, что ты открываешь в наших сердцах Почтительность к тем, кто меньше нас, Господь Я молюсь тебе, Господь, чтобы в этом году Полнота твоих благословений, Господь Она настигла жизнь каждого человека Чтобы полнота твоих благословений Она ворвала жизнь каждого человека Во имя Иисуса Христа, Боже Пусть твой мир, пусть твой отцовский покров, Господь Пребывает над каждым человеком Я молюсь тебе сейчас, Господь Если есть кто-то, кто нуждается сегодня, Господь, в твоем ответе Боже, я молюсь Тебе, дай Твой ответ во имя Иисуса Христа. Доверяемся Тебе, Господь, любим Тебя и благословляем Господь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что ж, с наступающим Новым Годом, друзья. 8 минут до Нового Года, 8 минут для того, чтобы поразмышлять, 8 минут для того, чтобы просто поблагодарить Его за прошедший год. Я говорю, прямо сейчас возьмитесь за руки, там где вы есть, поблагодарите Бога, начните в благодарности, в молитве благодарите Ему. Я вам хочу сказать, друзья, этот год будет самым лучшим. Для кого-то этот год был сложным, для кого-то тяжелым, для кого-то непростым. А для нас пусть это будет год, когда мы благодарны были Богу за все. Мы увидели, что Бог может приносить плоды, Бог может благословлять посреди самых невозможных и нереальных вещей. В этом году Господь благословлял каждого из нас прекрасным здоровьем. В этом году Господь благословлял нас как церковь, и мы прошли многие моменты, мы проходили многие моменты. В этом году Господь приложил много спасаемых к церкви. В этом году Господь расширил наши пределы, Он подарил нам землю. В следующем году я верю, друзья, что мы сможем с вами двинуться в направлении здания. В общем, в этом году было много за что можно и нужно быть благодарным Богу. Поэтому от себя, от пастор Вали, от всей нашей семьи хочу сказать вам с Новым Годом. Мы вас любим, благословляем. И давайте в Новом Году мы будем видеться чаще. Я уверен, друзья, что именно это почему-то, я уверен, будет радовать, обязательно будет радовать сердце Бога. Поэтому до встречи, друзья, до встречи в Новом Году. С Новым Годом поздравляем вас, любим. Ну а второго числа уже в субботу, в эту субботу мы увидимся с вами на богослужении, где мы будем принимать причастие, где мы с вами будем вместе подниматься на гору вместе с Богом. И там вместе с Богом, друзья, давайте мы будем побеждать. Благословляю каждого из вас. Пусть 2021 год, друзья, мы каждый в 2021 год принесем Христа. И этот год станет самым лучшим в вашей жизни. Пусть Бог благословит каждого из вас. С миром Божиим и с Новым Годом.